В Астраханском армянском обществе АРЕФ Выступил доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации Сантром Зурнаджан. Он подробно рассказал об этапах дороги жизни Абрамова Артема Амбарцумовича. Всем присутствующим он напомнил, что в 1975 году Абрамов защитил кандидатскую диссертацию, а в 1994 году – докторскую. В 1995 году ему присвоены ученая степень доктора медицинских наук и ученое звание профессор. Его перу принадлежат более 80 научных трудов, монография, несколько рационализаторских предложений отраслевого значения. Абрамов обладал неуемной энергией и достаточной духовной силой. Его искренне уважали коллеги, друзья, студенты и просто астраханцы, армяне, соотечественники, и были ему благодарны за все то доброе, что он повседневно делал во имя людей. Широко была известна его общественная деятельность. Он являлся членом правления Союза Армян России, председателем его Астраханского регионального отделения, заместителем председателя Астраханского областного общества армянской культуры АРЕФ, председателем Астраханского христианско-армяно-грегорианского общества. Под его непосредственным руководством и при активном участии в строительстве Астраханская армянская диаспора получила единственную в Астраханском регионе армянскую апостольскую церковь Святой Репсеме. Освящение и первая служба в ней состоялись уже в 2001 году. Оселить такое богоугодное дело было под силу только таким подвижникам, каким был именно профессор Абрамов, поскольку строить храмы дано не каждому. И в этом случае еще раз проявилась добропорядочная, ответственная и честная его натура, оставившая неизгладимый след на нашей планете. В новациях тех лет, оригинальном созидании, в интеллектуальном аспекте, в сооружениях родного ему вуза. Абрамов, обладая деловыми качествами, целеустремленностью и уверенностью в достижении цели для получения наилучших показателей в работе, внес огромный вклад в дело подготовки многочисленных врачебных кадров. Он способствовал реальному разрешению многих возникавших жизненно важных социальных и экономических проблем у сослуживцев, обучающихся и сотрудников вуза. И поэтому заслужил признательность у тех, кто с ним рос, с кем он учился в школе, в институте, с кем он работал, и, конечно, без сомнения, у друзей, родных и близких. Люди, как он сказал, должны помогать друг другу. Светлая память о нем сохранена до настоящего времени. Вот об этом, обо всем и многом другом как раз и рассказывал заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации Сандро Зурнаджан. Нами непременно подчеркивается это обстоятельство именно в такой день, в присутствии членов его семьи, родных и близких, поскольку он действительно снискал заслуженный авторитет среди коллег-медиков, многих горожан, общественности города и области почти за 50-летний период трудового пути на поприщах здравоохранения, медицинской науки и практики, преподавательской деятельности в одном из престижных медицинских вузов страны. Мне, как его прежде всего другу единомышленнику, коллеге по образованию и профессии, оказано доверие более подробно рассказать о нем, о присущих ему способностях, о его взаимоотношениях со служивцами, руководителями различного рода и ранга, административных структур, подчиненными питомцами и учениками, однокашниками. И с вышеизложенным довожу до вашего сведения информацию о том, что еще в мае месяце 2015 года в общество РФ поступил запрос из областной научной библиотеки имени Крупской на предмет принять участие в формировании и составлении ежегодно выпускаемого ею календаря памятных дат «Астраханский край», событий и даты для представления материалов в связи с исполнением в 2016 году 75 лет Абрамову Артему Амбарсумовичу, яркой и известной личности в нашем родном городе Астрахани, Астраханской области, благодаря его благородным деяниям и свершениям, принесшим плодовитые результаты в процесс подготовки врачебных кадров в Астраханском государственном медицинском бузе, ныне в университете, в укреплении межнациональной общности, различных этносов, проживающих в регионе, в возрождении армянской духовной сферы церковного богослужения на Астраханской земле, где 300 лет тому назад была основана российско-армянская епархия, в создании предпосылок для образования соответствующей религиозной армянской общины и паствы, проявившего себя настоящим патриотом Армении. Все это, приведенное нами в общение, без сомнения, послужило основанием искомого обращения библиотеки Крупской, так как вклад Абрамова был настолько весом и важен, что, конечно, не мог никоим образом не затронуть умы и сердца работников культуры, краеведов, членов различных общественных организаций, любителей и почитателей наследия астраханских армян разных эпох и поколений, и просто земляков астраханцев. Каждый, кто хотел на этой встрече, добавил много важной и полезной информации из жизни Абрамова Артема Амбардзумовича. Было среди других и предложение назвать его именем кафедру в медицинском университете, которую он и возглавлял многие годы. Светлая память замечательному подвижнику земли астраханской Артему Амбардзумовичу Абрамову. Продолжение следует... Продолжение следует...